Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Тему этого видео нам подсказал один из наших подписчиков. Мы не меняли формулировку вопроса, и поэтому объясним разницу между трудовым и страховым стажем. Кроме этого, многие ИП воспользовались налоговыми каникулами, которые, к счастью, продлены до 2024 года. В этом видео ответим на поставленные нашим подписчикам вопросы. Предприниматели могут применять патент, если соответствуют определенным критериям. Средняя численность работников не должна превышать 15 человек. Доход от деятельности должен составлять не более 60 млн. рублей. Патент можно применить по определенным видам деятельности, которые устанавливаются на местном уровне. У ИП могут быть наемные работники. Перед тем, как перейти к учету стажа, разграничим понятия трудовой и страховой стаж. Как показывает практика, многие отождествляют эти понятия. Прежде всего, трудовой стаж – это продолжительность работы человека, который считается по определенным правилам. Этот стаж нужен для различного рода трудовых гарантий и компенсации работнику. Например, трудовой стаж необходим для того, чтобы рассчитать право на получение отпуска над бабок зарплаты. В трудовой стаж включаются календарные дни работы сотрудника. Основанием для подсчета является трудовая книжка. До 1 января 2 года применяли общий трудовой стаж, чтобы рассчитать пенсию по старости. Впоследствии до 31 декабря 2014 года в ПФР также в отдельных случаях имел значение трудовой стаж. Например, при расчете пенсии по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности. С 1 января 2015 года при назначении пенсии учитывают так называемый страховой стаж. Такой стаж учитывается при назначении больничного листа и напрямую влияет на его размер. Если страховой стаж работника составляет более 8 лет, то тогда больничный лист оплачивается в полной сумме. От 5 до 8 лет 80%, а от 6 месяцев до 5 лет 60% от среднего заработка работника. При подсчете страхового стажа имеет значение оплата работодателям страховых взносов в ПФР. Поэтому в дальнейшем будет применяться понятие «страховой стаж». Решить все разноплановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обращаться за консультацией к профессионалам. Для получения помощи юристов компании «РосКо» позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Как правило, ИП на патенте имеет наемный персонал и выплачивает ему заработную плату. Поэтому и предприниматель на патенте также обязан платить взносы на обязательное пенсионное страхование. Наемные сотрудники у ИП, как и у других работодателей, вправе в будущем рассчитывать на получение пенсии. Юрист компании «РосКо» Максим Леонов обозначит периоды, которые включаются в страховой стаж. Периоды, которые будут включаться в страховой стаж работника – это период работы у работодателя, периоды прохождения военной или иной службы согласно закона, периоды иной деятельности, когда работник подлежал обязательному страхованию. Такие периоды прописаны в приказе Минтруда. Информация о страховом стаже работника содержится в базе данных Пенсионного фонда. Такие сведения формируются ПФР в отношении каждого застрахованного лица. Работник самостоятельно может получить информацию о своем страховом стаже, посетив пенсионное отделение, либо направив запрос через личный кабинет на сайте ПФР, либо через сайт Госуслуг. Некоторые предприниматели на патенте могут воспользоваться налоговыми каникулами. Для того, чтобы получить такую преференцию, нужно обратиться к местному закону и посмотреть виды деятельности, а также условия применения таких каникул. В одном из наших роликов мы освещали тему налоговых каникул и приводили примеры местных законов. История успешных предпринимателей мотивирует многих нынешних бизнесменов. Об одной из них расскажет специалист по связям с общественностью компания «Русская Ксения» снова. О всемирно известном создателе Facebook Марке Цукерберге наслышаны все. Но немногие знают, что бизнесмен является дальтоником. Он плохо различает красные и зеленые цвета. Но это никак не помешало ему в запуске стартапа. SEO Facebook выбрал синий цвет для своей социальной сети. Ведь, по словам Цукерберга, он может различать множество его оттенков. Продолжим. Если ИП подпадает под налоговые каникулы, то это вовсе не означает, что он полностью освобожден от уплаты налогов и сборов, а также от предоставления отчетности. Налоговые каникулы означают применение нулевой ставки по патенту. Вместе с тем, ИП на патенте продолжает платить страховые взносы зарплаты наемных работников из-за себя. Соответственно, зарплаты и иных доходов, уплачиваемых в пользу работников, уплачивается НДФЛ. Если у предпринимателя имеется имущество, в отношении которого установлена кадастровая стоимость, то также необходимо платить налог на имущество. Транспортный налог начисляется, если на ИП зарегистрировано транспортное средство. А если ИП владеет на праве собственности постоянного бессрочного пользования земельным участком, то он должен еще платить земельный налог. По этим налогам налоговики сами пришлют ИП-уведомлений. Никаких налоговых деклараций сдавать не нужно. В период налоговых каникул предприниматель на патенте должен сдавать зарплатную отчетность. Если ИП затрудняется или сомневается с правильностью расчетов по налогам, то можно проверить себя, воспользовавшись специальным сервисом налоговиков. Достаточно зайти на сайт, указать период для расчета и иные необходимые данные. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, пусть РосКо. Субтитры создавал DimaTorzok